Всем я к вас и рад приветствовать вас на своем канале. Да, знаете, ребят, вот есть такие игры, которые были мне когда-то интересны в детстве, и вот это тут, эти флешбеки, которые навевают мне прошлое, они имеют такой очень странный привкус, ну, лично для меня это растворимого кофе с молоком и сахаром, холодный, холодный, вот только-только-то вытащил его из холодильника, манной каши с комочками, я всегда любил манную кашу с комочками, не знаю, что другим не нравится, вот, пицца из школы, вот эта вот круглая такая хрень, да, где-то только посередине имел, не знаю, там, огурчик, не знаю, помидорку, сыр, там, вот это вот все, а так она сама по себе больше хлеба, чем настоящая пицца, и вот это все вот навевает мне вот эта игра. Дело в том, что очень давно была такая серия игр, называлась Black and White, это симулятор бога, ты мог, в общем-то, делать все, что угодно, но мне уже тогда понималось, что нужно больше возможностей, но даже то, что нам предлагалось, это было очень и очень круто. Вот, к сожалению, Black and White 3 не увидела свет, и все остальные попытки Питера Мулинье сделать что-то подобное, хотя бы, не увенчались успехом, потому что он очень любил много говорить, но ни хрена не делать, это, конечно, было грустно. Хотя, в некоторой степени, его подделка Godus была тоже годная, в принципе, но она была недоделана, потому что в какой-то момент он сказал, что все, баста, мне надоело вот этим всем заниматься, вы меня не любите, вы меня не это, и ушел. Ну вот, сейчас вот есть компания, сделала аналог Black and White, и я очень надеюсь, что эта хрень выйдет, и мы все будем играть в полную верхнюю. Ладно, давай. Violence, Fertility, и Pleasure, и Decid, понятнее. А, наверное, это уровень, это, ну, давай оставим так. Эта демка, собственно, приурочена к тому, что идет неделя демок в стиме, поэтому то, что сейчас показывают, это совершенно не факт, что это будет, к сожалению. Потому что, я как говорил, была демка в прошлом году, которая мне очень понравилась, я прям вообще с удовольствием в нее поиграл, но уже год о ней вообще никаких, никакой информации, даже на официальном Discord сервере. А когда спрашиваешь, что, как дела, я говорю, да, 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 скоро, скоро, и это скоро-скоро, уже два месяца. Демоверсия, осталось шесть дней, отлично. Вот у нас это все прекрасно так выглядит. Очень напоминает, действительно, Black & White, прям вот один в один. Тоже, в общем-то, такие вот различные... Ну, горы, там, островки, карт, хотя побольше, наверное. Ну, сложно сказать. Единственное, я смотрю, картинку дергает, хотя мне показывает 83 фпс, ребят. Но картинку, честно говоря, немного лагает. Возможно, это связано, что тут есть симуляторы жидкости. Ой, здрасте. Вот. А это Юнити. Юнити, к сожалению, последние несколько лет, один-два года, вот, почему-то не вывозят. Я не знаю, что случилось, перешли на новую версию движков или что, но прям не вывозят. Ладно, значит, левая кнопка мыши. Божественно, ты так могущество... Так ты могущественное божество? Уж я на это надеюсь. Приветствую тебя в демо-версии. Позволь представиться, я имп, твой почтенный слуга, и я буду тебе помогать. В демо-версии ты можешь попробовать все доступные сейчас функции, но у тебя не получится хранить или загрузить игру. Она еще... А она еще закончится через 6 дней. Обратно на счет снизу. Не забывай, что это альфа-версия, может быть, не все доступно, и могут быть ошибки. Ты можешь приостановить продолжить обучение, когда захочешь, нажав Т. Так, что сделаем, прежде чем начнем? Остановим время. Замечательно. Теперь никуда можно не спешить. Первый урок это, если моя реплика заканчивается на кавычке, для продолжения тебе следует нажать левую кнопку... А, не на кавычку, а на двоеточие. Многоточие, если быть верным. Если в конце нет многоточия, следующая реплика скорее появится... Вскоре появится сама, но ты все равно можешь нажать левую кнопку мыши. Так, это просто было. Ах, да! Для начала тебе нужно дать мне славное имя. Это будет твоим первым божественным деянием. А, импу, да? Подумай хорошенько, введи имя. Затем нажми Enter. Импу, который будет нас... Давай, я знаю. Вот так вот. Имя. Отлично. Я Имя. Прекрасный выбор. Мое божество. Уууу. Знал бы человек, в честь кого я бы это назвал, что будет называть меня божеством. Ладно. Так, на этот раз поговорим о перемещении Обычное существо учится этим годом Тебе хватит пары секунд Божественно, знаешь ли, что мы делаем, прежде чем начнем Остановим время, замечательно, никуда можно не спешить Ты всесильное божество, значит можешь перемещаться даже когда время замирает И не только ты, я тоже много чего могу Итак, перемещение Взад Да, или клавишами Стрелкой Или двигай мышь и удерживай левую клавишу мыши Ага, ну да, это очевидно Чтобы включить режим панорамного движения, нажми P Что-то не очень понятно А вперед-назад удерживай control Окей, используй сам Ну пуе, это понятно Чтобы ускориться shift То есть, либо так Ага А, я понял А, P Вот, смотри В, S Это вверх-вниз, соответственно Да, а если P нажать, то это будет приближение И вот это все Ну, это проще колесиком делать Чтобы изменить угол наклона То, колесико мыши Ну да В принципе, тоже Довольно очевидно А Так, это Так Полет нормальный Одарить любовью Здоровья Производительность Энергия Выносливость Так Приготовишь Нажми Enter Поехали Так Скучно Кое-что покруче Нажми M M Это у нас карта Ума Помрачительна Теперь выбери поселение В которое хочешь переместиться Нажми левой кнопку мыши Так Вот у нас тут есть Разные Видите? Отлично Привет, это Има Мне так нравится Мое имя Классно Кстати Стишок получился Сейчас я расскажу Как привлекать последователей Становиться сильнее И получать навыки Так Я знаю Знаю Могу Безграничный Все такое Но всем полезно Потренироваться Так Остановим время Ты привлекешь Больше Совершив чудо За завершение чуда Ты можешь получать Очки веры В соответствии С твоим поселением Все то же самое Как Блокенвейт Прямо один в один Но есть чудо Которое дает Больше очков веры Это Одарить любовью Ее называют Еще чудом Обращение Ты получаешь Максимальный эффект Если совершишь Его для неверующего Выбери смертного Прекрасно Так Одарить любовью За каждого Последователя Получаешь Больше Манны На виде Курсора На круг Чтобы узнать Подробности На какой круг На какой круг Наверное Вот на вот этот Так Ну как ощущение Нравится привлекать Новых людей Туда сюда В Блэкенвейт Была довольно Интересная Интересная схема Захвата Поселения И не всегда Лично для меня Понятная Так Нажми Это Выбирай смертных Которые не были Обращены К тебе Так Раза в день Выбери Придется выбрать Другого Перейти к злым Чудесам Нажми пробел Вселить страх Плюс 6 очков Веры А ну и так И так получается 6 добавляешь Прекрасно Ой то есть Ужасно Тебе нужно Полуисторами Чтобы стать сильнее Получить новые навыки Для начала Тебе необходимо Стать главным Божеством поселения Чтобы обратить Веру Минимум 50% Для этого Напоминается Больше манны Если днем У тебя Манна Заканчивается Ищи Древние Реликвии Они спрятаны Повсюду Я покажу Тебе одну Перемещаясь По направлению К объекта Выбери Древнюю Реликвию Это что ли Совершить чудо Защитить древнюю Реликвию Или Истощить Древнюю Реликвию Так Больше манны Или Удерживаю Левую кнопку Мой чудо и расход Манны Повышается Пока ты Удерживаешь Левую кнопку Мыши На расход Манны На каждое чудо Влияет Четыре показателя Позиции Расстояние Вера И защита От чудес При выборе Чуда Ты увидишь Что модификаторы Расхода Манны Соответствующие Подсказки Ну да Собственно Модификаторы Расходов 102 99 137 И 100 Вера Чем больше Смертных Поселений Веркетяте Меньше Расходуется Чудо Позиция Добро Божество Расходует Меньше Манны На добрые чудеса И больше На злы Очевидно Расстояние Это штраф За расстояние Зависит Расстояние Между Объектом И алтарем Защита От чудес Если объект Защищен На чудо Расходуется Больше Манны Вот как Мы поступим Совершать Чудеса Обращения Пока не станешь Главным Божеством Поселения Окей При выборе Поселения Обрати внимание На цветы Внешних Круг А ну вот Тут в общем То показано Видишь Тут розовое Желтенькое 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 Это видимо Не обращенное А здесь Уже Где-то Около Того Где-то Около Половины Может чуть меньше Так я понял Из карты Просто так Не выйти Так теперь Это главное Божество Этого Поселения И крыша Главного Здания Окрашена В твой Цвет И смертные Начали уже Молиться Тебе Молитву Можно Принять Исполнить Проигнорировать Или отклонить Но будь начеку Твои действия Влиют на поведение Смертных За исполнение Молитвы Ты получаешь Очки Молитвы Они нужны Для повышения Уровня Вот как мы поступим Найди молящегося Смертного Прими молитву И исполни ее И исполни ее Да Видишь У нас уже Синенькие Эти Крыши Такие Хотя Вот тут Что-то Желтые Надо Снести Нахер Плюс 10 Оу Ах Ночь Все смертные Отдыхают И видят Сны Так А если Ты сделаешь Это для меня Разграбить Древний Или хутор Объект Истин Радграбить Деревню Или хутор Так Не принимать Молитву Принять Молитву Отдых Давай Примем Так Давай Посмотрим Что-то Там Происходит Нужно Разграбить Необходимо Совершить Теяние Разграбить Деревню Так Прайер Прайер А ну понятно Это заданки У нас вылезают Ах Господи Можно Заниматься Не дай Не дай Смертным Совершить Какую Нибудь Глупость Уменьшить Нагрузку Разграбить Деревню Или хутор И куда Ты хочешь Чтобы Отправил Недоступ Недостаточно Инь Не хватает Войск Я понял Тебя Здесь У нас Че Построить Торговые Шатры Построить Эти Казармы Ну подожди Казарма Наверное Пока Рано Нет Ты можешь Проручить Им построить Новое Здание Проверь Другие Пузыри Бывает Раз Двух Видов Вот Это Че Такое Ну К Ох Нифига Себе О Вера Как у них Тут Симпатично Так Ну это Другая Другая Это Как Назовется Другая Короче Вот Построить Вспомогательное Здание Построить Общее Здание Давай Здесь Построим Дай им Поручение И поселение Понравится Появится Таверна Казармы И другое Запланировать Кладбище Гениально Запланировать Храм Построить Школу Таверну Давай Таверну Бахнем А Вот Сюда Если Ресурсов Не хватает Смертные Все равно Будут Оборудовать Строительную Площадку Чтобы Продолжить Нажми Enter Если Ты Можешь Поручить Им построить Спомогательное А Еще Ты можешь Понятно Вот оно Спомогательное Старожевую Башню Чтобы повысить Защиту Алтарь Защиты Смертных Или Другое Здание Военные Шатры Старожевая Башня Запланировать Алтарь Защиты Запланировать Алтарь Получение Инь Торговые Кварталы Ну Мне кажется Алтарь Нам нужен Как-то По-моему Немного Подлагивает Так Можешь Переселить Другое Поселение Зачем Ну Сейчас Пока В этом Я не вижу Какого-то Смысла Ну Хорошо Выбери Смертного Они Все Спят Кого Мне Выбирать Вон На виде Курсор Переселить И Подробности Недостаточно Мана Так Управлять Другими Зданиями Сосредоточь И Пару Или Паручи Выбери Здание Посмотри Что можно Всю Дополнительно В начале Ночи Если Запас Не Становится Доступно В начале Ночи Но Когда Законишь Совершать Нажав Пробел Все Развлекаемся Так Все Поехали Давай О День Отличненько И Исполним Молитву Желтый Значок Молитвы Над головой Смертного Нужно Разграбить Так Днем Каждое Божество Постепенно Получает Манну В зависимости От общего Числа Его Последователей Так Где тут У нас Высокий штраф Расход Манна 300 30 Сразу Так Ты Уровень 0 Мораль 2 7 Манер Минус 3 Для Следующего Уровня Нужны Еще Последователи 0 Очки Молитвы 1 Наслаждение Мораль Манер Так Где у нас Наша А это Это Типа Мой Пожертвовать Ресурсами Ради Манны Я тебя Понял Так Ну тут У нас Рядом Есть Что-то Поселение Маленькое Я думаю Надо бы С него Как раз И начать Побежали Побежали Это Смотри Че Творец Так Нам Надо бы Еще Деревню Какую-то Да Разграбить А Но У нас Пока Нечему Ножи Этих Нету Ресурсы Очковостроители Ресурсы Древесина Это У нас Алтарь Так И да Мы Можем Им Говорить Че Делать Только Ночью Понятно Я так понимаю Срывать деревья Как это было В Black and White Пока нет Такой возможности Тогда можно было Сорвать деревья И просто Скинуть Сверху Как ресурсы И это Плюс Дополнительное чудо И все дела Вот А тут У нас Получается Понятно Ерма И там Разграбить Разграбить Этоп День не окончен Необходимо Свершить чудо Защитить деревню Реликвию Объект Древняя реликвия Что Вот он Так Туньк Ей Достигнут новый уровень Блин Я не увидел Итак Для повышения уровня Те нужны последователи Пять штук В верхнем Левом В верхнем Левом Углу Находятся Значки Божеств Участвующих В состязании Вот они Собственно Значки Располагаются Слева направо В зависимости От количества Смертных Верящих В каждое Божество А Значки Распак Это понятно Главная цель Каждого состязания Заполучить Больше последователей Чем его противник Отображаемое число Это текущее количество Последователей Внутренний круг Показывает Сколько последователей Уже привлечено Для достижения Следующего уровня Внешний круг Показывает Сколько очков Моливы Уже собрано Для достижения Следующего уровня Что? Не очень понятно Ну ладно Наведи я на значок Чтобы узнать подробности Вот собственно Имя может Имп может Переносить 25 древесины И 25 провизии Доступно повышение Максимального уровня Чудо Повышение Фактора Распатияния Получение маны Запоследуйте Доступно Так Скоро весь Мир станет твоим И помни Заканчивается мана Ищи древние реликвии Отлично Пришла ночь Да Типа И мы Этой ночью Я так понимаю Можем что-нибудь Построить Ну по крайней мере Мне хотелось Во Что там тебе надо Дом дровосека Обязательно Построить Храм Согласен Значит Управлять поселением Это замечательно Нам нужна Казарма Так Запланировать Особняк Посадить деревья Ничего себе Кладбище Храм Да Нам нужен А это наши ресурсы Наверное Хижины Особняк Нет Вот нам нужен Храм Блин Ну храм бы я бы Воткнул куда-нибудь Сюда Наверное Есть Да А значит Здесь Что у нас Хижина А То видишь Только Две Этих Можно запланировать За Так И нам нужна Казарма Вот Сторожевая Алтарь Военные Шатры Я так понимаю Торговые Шатры Э 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 Так И вот тут Мы поставим Э Э Э Казарма Наверное Или 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 Нет Надо Надо Казарму Построить Вот так Вот Нельзя Оказывается Очень много Планировать Иначе Иначе Грустно Будет Так Был В окне Но я надеюсь Что это Ограничение Будет Убрано Когда мы Будем Качаться Дальше Так Ночь Прошла Так Завтра Откажу Как управлять Самим Временем Замечательно Ресурсы Очки Строительства Это Твое Имя Это Имя Твое Имя Войдет В Историю Еще одно важное умение Управление Временем Ты можешь Приостановить Или продолжить Нажав Время Дня И ночи В правом Верхнем Углу Если Игра Не Приостановлю Ты можешь Нажать И удерживать Значок Времени Чтобы Ускорить Не торопись Когда Приготовишься Жмя К ней Enter Так Сейчас Я покажу Как собирать И размещать О Вот это Самое Важное Сейчас Ты можешь Собрать Только Ресурс Древесина Другие Ресурсы Станут Доступны На Следующих Уровнях Что Перейти В режим Сбора Нажми С Чтобы Узнать Подробности С Древесина 5 Чтобы Собрать Ресурс Древесина Выбери Дерево Удерживай С Тоже Надо Удерживать Так Ага Окей Хорошо На виде Курсор Чтобы Узнать Сколько Ресурсов Уже Собрано Но 5 из 25 Написано Соберем Соберем Все Ресурсы Давай В том Что Смотри Ёлочка Ну Ёлка Наверное Да Она Остается Вот Они Маленькие Вот Это Прикольно Потому Что Ну В Блэк Энвайт Ты Мог Полностью Забрать Так Есть Чем Выше Уровень Тем Больше Ресурса Сможет Собирать Им Но Я Не Могу Собирать Ресурсы Несколько Видов Одновременно Давай Найдем Собранное Ресурсом Применение Ресурсы Ресурсы Разместить В поселении Или На Алтаре Размещая Ресурсы В поселениях Ты Оказываешь Им Поддержку И получаешь Очки Веры Ресурсы Превращаются В манну Выбирать Тебе Но Манна У нас Есть Нам Нужно Нам Положить А Смотри Тут Камни Не Хватает Левую Клавишу Мыши Так Отлично А А Куда Сбросить А У нас И нет Да У нас Ничего Нет У нас Весь Камень Тут А Смотри Ещё До хрена Нужно Ещё Вух Сейчас Соберём Давай Так А чё Это Там За Хрень У нас Происходит А Это Наша Наш Противник Там То Хорош То Плохое Совершает Блин Как было 20 Так и Осталось Чё за Хрень Так Ресурс Камень Чё Давай Утышь Придать Сил Ну Пожалуйста Так Чё тут Вдохновить Давайте Ребятки Работайте Так А это Получается Вот Допустим Да Если Мне Надо Я Вот Сюда И Сюда Ну Манна Полностью Смотри Так Разграбить Деревню Или Хутор Чё 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 Я Согласен Я Не Против Проблем В том Что Казарму Блин Никак Не Достроите Так Чё Там Переселить Смертного Давай Туда Отправим Пусть Сходит Так Три Дня Осталось До Кончания Демо Версии Мы Десятого Уровня Так Вот С камнем У нас Проблема Смотрю А Смотри Дерево Пришло Так Так Ребят Давайте Как-то Приоритет Нельзя Поставить Чтоб Прямо Строили Как не В себя То Ну Очень Долго Так Что Интересно На Добычу Древесина Не тратится Манна Насколько Я Помню Насколько Я Помню Древесина Раньше Да Да И Камень Да Все Что Угодно Все Что Ты Собирал Вы Тратится Манна Ну Это Блокон Вайт Естественно Как Здесь Я Еще Камни Кстати Не Вижу А Вот Они Так Стигни Третьего Уровня Чтоб Собрать Камень А Мы Какого Первого А Понятно Этих У нас 11 Я Все Понял Центр Деревни Давайте Ребятушки И Верю Вас Я Я Я Я Я Уярьте Как Не В себя Уще Так Ин Получаемые силы Ин Совершая Злые Чудо Ян Получаем Силу Ян О О О Предать Сил Да С удовольствием А Я Понял а чё происходит вдохновить пожалуйста а я так понимаю есть такая еще фигня здесь нет ограничений по поселениям то есть я могу вот сюда залететь и допустим одарить любовью этого одарить любовью этого одарить любовью этого одарить любовью то есть я могу одаривать любовью вообще как не себя кого угодно у меня нет ограничений по радиусу потому что black and white чтобы залезть в чужое поселение там что-то поделать и вот мне нужно увеличивать все что-то вот а тут как бы я могу сделать все что угодно вообще как не себя и мне за это ничего не будет но опять таки это же и минус потому что получается другое божество может влезть в мою деревню и сделать что-то неприятненько что тут за что тут за мы не одну деревню не разграбим по ходу хотя можно попробовать да я так понимаю с разграблю с разграблением у нас точно такая же ситуация как и строительство то есть надо тупо ночью ночью это все делать потому что видишь мы не ум не можем управлять нашей а деревне вообще никак давай ночь наступай о так построить чё тебе надо построить казарма я его построил а это это у нас уже поверили уже в другой деревне и так понял ну да чуть 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 ой господи из и извини как отсюда выйти то блин так здесь разграбить деревню или хутор а мы сейчас проверим можем ли мы это сделать основать хутор основать новую деревню не дай смертным совершить уменьшить нагрузку разграбить деревню ну вот сейчас мы те и разграбим если ты так хочешь то конечно казарма у нас в общем то есть поэтому так вот недостаточно манны то есть вот так вот надо сделать а недостаточно и не то есть нам нужно вот это вот злые чудеса моя я понял я понял значит пока пока отдыхаем вспомогательное здание нам нужно алтарь защиты смертных есть нет точнее на брат нет торговые шатры очки веры добавляет защита от смертных но вот им бы нам потому что мы бы тогда может быть накапливали вот эту шнегу вот да а здесь бы мы поставили посадить деревья замечательно полность плодородия кладбище храм мы вроде бы ставим казармы таверна хижина а кстати нигде не пишет про максимальное количество смертных увеличить нагрузку провизия основать хутор новом поселении будет всего два смертных а я хочу отправить провизию отсюда вот так сделать здесь я хочу поставить вот эту штуку мне только не очень понятно что обозначает слово истин истин вот но тем не менее все поехали что она здесь здесь у нас достаточно древесина но ни хрена не хватает камня вот это конечно грустно что нам нужно нам нужно для следующего уровня и еще очки молитвы три штуки очки молитвы очки молитвы так новый доступно ударить молнии вылечить защитить от удара влюбить обезобразить повышение манны так вам и второго уровня до 2 мы второго уровня нужны еще пять последователей так камень мы естественно пока ничего не можем сделать разбить толку вселить страх огорчить придать сил давай подадим силами так хорошо нам нужны последователи опять я же я шик не трогал еще а вот кстати а вот вам деревья нужны нет деревья вам не нужны мне было бы интересно кстати синий домик это наш тогда вам нужно чем построить там блин третий уровень нужен ну как так то еще очки молитвы две штуки нам нужно и тогда мы достигнем чё а почему я первого уровня что происходит а второй уровень наслаждения наверное да 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 вот ударить молнии вылечит это все полеет я вот по вот этим очкам немного запутался очки молитвы чуть-чуть с ними делать надо пришел смотри чувачок не нравится ему что я тут это да видишь он прям огорчен что я приперся к нему на на базу давай поспираем деревья и скинем на алтарь ну так кстати неплохо неплохо получилось деревья конечно такое себе в black and white можно было корову закинуть можно было человека на алтарь кинуть но я так понимаю тут есть два типа алтарей точнее три типа три вида алтарей первый это собственно основной вот он это вот про нас про то как он выглядит мне не очень нравится но может быть когда нибудь оно будет лучше есть еще такой вид алтарей который за зло отвечает то есть вот за инь и вот есть еще саян на который отвечает за хорошее вот собственно как-то но так да еще очки молитвы вот что это такое я честно говоря не помню вообще вроде бы читал а вроде как бы еды так управлять поселением а я могу чем-нибудь предложить посади дерево например запланировать кладбище построить хижины а у них знаешь чё тут вот тут надо бы поставить каменоломню вот это вот как будто бы зависание анимация для следующего уровня нужны очки молитвы 3 было 2 осталось 3 ну так чё бы я бы им еще тут поставил давай бахнем хижину вот так вот пускай строится я так понимаю что теперь ему я тут ничего не смогу построить да потому что как бы все это два здания это мой максимум я так понимаю очки молитвы это вот это а вот тут мне никто не молится никакая жопа ну мы по крайней мере каменоломню взяли поставили если что будем ко мне оттуда пиздить все погнали так давай посмотрим по карте чё она здесь 44 энергии да вот блин этот смотри сюка розовый в лес сюда к нам к нам в деревню в лес твар такая так я схитрил я хочу победить этого козлину поэтому я сделал гадость я заморозил все свои очки не все только манну чтобы я мог его его перехитрить он уже синенький крыш появились матрика так еще моим тут на на плаву очень давай откроем карту посмотрим но вот я ему уже это по ох он там молнии бахает ты смотри какой нехороший человек то или кто он там и а а а а а а ух не повезло не повезло ух какой я нехороший а единственно нас конечно давай версия уже под заход уйдет кон подходит к концу вдохновить пожалуйста вот он как раз уровень молитвы мы сделали да соответственно здесь надо делать все то же самое конечно вот это грустно что нельзя хотя бы одну карту закончить но целом мне игрушка нравится мне нравится как она вообще как она что где ну зачем она вот и все да да на этом все игрушка выкинула из себя и перебросила сразу же на сайт чтобы добавить вишли мне это не очень понравилось я в принципе мне не нравится такая тенденция понятное дело что это уже даже не тенденция это уже просто правда матка как она есть никогда тебе не дает возможность доделать как в билдер симуляторе нам дали обучение вот мы обучились и и все ты не можешь построить даже маленький домик маленькую холубку что в принципе применить навыки которые только что получил за тебя все делают и вот эта демонстрация она как техно демка такая вот которая в принципе ни о чем она не показывает истинность как здесь как здесь непонятно потому что вполне возможно что игра выйдет в какой-нибудь раннем доступе и то что будет в раннем доступе этот будет даже не 10 процентов демки и это будет очень грустно если это так будет если же если они выпустят нормальную игру без всяких ограничений без всякого говниша я буду очень рад и доволен вот но пока вот этот вот ход по ограничению времени демки и это ограничение чисто игровое они steam или еще что-то она мне не нравится это это прям да это фу фу так делать так не надо делать фу если будете выпускать демку дайте людям поиграть насладиться игрой вот сделать и технические ограничения и так далее но вот не вот такое когда ты заканчиваешь не начав или не закончив то есть у тебя нет вот это вот момента когда ты в planet crafter сделано все правильно там у тебя есть какое-то техническое ограничение в плане того что ты можешь в принципе построить все что угодно и где угодно у тебя нет в этом никаких ограничений тебе не дают каких-то технологий которые могут там в пасов в будущем они может быть сейчас только разрабатываются неизвестно может быть их и не будет ну вот но у тебя есть возможность получить какой-то результат в частности ты видишь голубое небо с облаками на красной планете начинал и у тебя уже есть вот такая фишка и мне это понравилось меня это зацепило как будущего человека будущего человека будущего покупателя да и игрока нет в эту игру а здесь вот эти вот ограничения херовые но это пиздец на самом деле мне мне не нравится это вот это дизлайк честно говоря разработчикам и я им бы написал наверное если бы хорошо знал бы английский ладно на этом все оставляйте обязательно комментарии понравилась вам игра навевает вам старые добрые времена или вы даже не знаете об этих старых времен и о том что есть такая игрушка black and white первая и вторая часть что есть такие игры как годус или даст вот и для вас это все в новинку я вам рекомендую поиграть во все вышеперечисленные что в принципе понимать о чем идет речь вот ждем когда выйдет основная игрушка я надеюсь она будет хороша ну вот а на этом все не забывайте подписываться на канал оставляйте комментарии лайки и дизлайки все как обычно в дискорд заходите пока